bluetooth колонка со светом музыкой бит драйвин лайт шоу которая имеет пять режимов со своими предустановками также данная модель имеет разумеется качественное звучание технологию party cast и бас а водонепроницаемость класса ipx 7 время автономной работы до 18 часов функцию power bank а фирменное приложение и как вы поняли данные характеристики я как и вы прочел в рекламе колонки под названием анкер саундкор рейв него к слову них уже вторая вышла если вам интересно напишите в комментах и на нее сделал обзор но как же на самом деле дела обстоят у данной модели я вам сейчас расскажу распаковка поставляется данная колонка в большой коробке из плотного картона упаковали все в стандартном стиле саундкора выглядит красочно и хорошо на упаковке есть краткие характеристики название изображения модели пакинг отличный в комплекте мы имеем саму колонку неплохой кабель юсб тайп си а также краткое руководство aux кабеля в комплекте нет кстати что странно надо будет докупать вес данной колонки 2 килограмма 953 грамма можно округлить до 3 килограммов а габариты вы можете наблюдать на экране колонка не особо большая если сравнивать с другими более крупными колонками от саундкора но все равно не маленькая вообще не маленькая 7 обзоров неделю выгружаю ежемесячно разыгрываю 5 не бендов 7 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться с колоколом и подпишитесь на телеграм-канал скидок там много полезного скоро кстати сел телеграм-канал взаимопомощи там всегда подскажут что купить и мой личный телеграм-канал где я обсуждаю с вами новинки то что я тестирую в онлайне до обзоров все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме перейдем же к обзору приобрести беспроводную колонку анкер саундкор рейф не а можно в единственной черной расцветки недавно я обозревал колонку тронсмарта а именно halo 100 данные колонки похожи внешне но я скажу сразу по дизайну что по звуку мне него больше импонирует опять же это мое мнение а те у кого были анкера те поймут корпус рейф него выполнен из прочного матового пластика металлические сетки с лицевой части остыла также матовый пластик но он с точечной текстурой сборка данной модели как всегда хорошая на корпусе есть надпись sound core как стыльные так и с лицевой части два логотипа компании в местах крепления ручки на не расположили краткую информацию и 4 анти скользящие ножки которые свою функцию выполняют отлично колонка разумеется не прыгает и не скользит по поверхности что касается ручки для переноски то она выполнена из ткани по качеству ручка хорошая ко всему очень таки удобно и наверху расположили прорезиненную область для управления из кнопок мы имеем кнопку питания кнопку bass для усиления низких частот а также если удерживать кнопку более двух секунд можно переключаться между режимами улица помещения и bank разница в увеличении средних частот в режиме улица и уменьшение в режиме помещения по факту это предустановленные эквалайзеры которые есть приложение сразу отмечу что в приложении есть возможность создать свой девятиполосный кастомный эквалайзер и даже не один на несколько и это прям очень круто и очень полезно потому что на это дело колонка откликается хорошо далее есть кнопка party cast для подключения более ста колонок я сомневаюсь что у кого-то 100 есть но напишите может быть у кого-то больше пяти хотя бы мне прям интересно и переключение между основной и в дополнительными колонками bluetooth кнопка для сопряжения и вход в режим true wireless стерео простыми словами две колонки можно объединиться в стерео систему многофункциональная кнопка с логотипом sound core отвечает за плей паузы переключение треков ответ сброс вызова и удержание стандартной есть регулировка громкости помимо кнопок которые имеют ненавязчивую подсветку есть четыре лет индикатора заряда аккумулятора цвета музыка на борту ее также можно настроить через кнопку на колонке доступно пять режимов подсветки отключить ее можно что хорошо в приложении для каждого режима из своей предустановки выглядит подсветка неплохо пульсирует она в такт музыки светит ярко ко всему есть игра кто следующий необходимо загадать цвет и запустить режим после чего колонка рандомно выбирает один цвет для того чтобы убить время в компании в целом это даже подойдет но на этом не конец приложение можно найти вкладку light диджей что по большей части бесполезная функция ну поиграться тоже можно на нажатие колонка откликается хорошо и быстро переназначать команды нельзя что стандартно для подобного типа устройств я пока не встречал колонки в которых можно через приложение переназначать кнопки хотя это было бы разумно есть голосовые подсказки которые сопровождаются системными звуками их можно отключить в приложении если необходимо далее встроенный микрофон для звонков как вы уже поняли на борту разговаривать через колонку можно но не сказал бы что это дело удобно для недолгих разговоров данного микрофона хватит с тыльной части есть прорезиненная заглушка за которые спрятали разъем юсб тайп си на 5 вольт 2 ампера мини джек на три с половиной миллиметра разъем юсби и на 5 вольт 2 ампера для зарядки внешних устройств подключения накопителей а разъема под микроэзди не поддерживаются mp3 и wm и формата для того чтобы с нее прям прослушивать что касается внешних устройств если нет другого способа зарядить разряженные устройства то конечно же можно воспользоваться этой функции в колонке но как вам не лучше приобрести себе нормальный power bank за 5 долларов куда будет практичнее быстрее и удобнее летим дальше оснащена анкер sound core рейф одним динамиком для низких частотах средних частот а также твитером для высоких частот общая выходная мощность 50 ватт заряд аккумуляторов шторки на смартфоне отображается мультипоинта на борту нет как анимации при подключении колонка автоматически подключаются после включения с ранее сопряженным устройством авто выключение на борту и данную функцию можно настроить в приложении от 5 до 60 минут емкость аккумулятора 4900 миллиампер часов по характеристикам в кратком руководстве полный цикл зарядки у меня занял 5 часов 54 минуты время автономной работы по моим тестам на громкость около 50 процентов с включенной цвета музыкой составляет 8 часов что конечно не лучший результат если вам цвета музыка не сдалась то время автономной работы увеличится аж до 17 часов лучше без нее в целом как вы поняли во время подзарядки использовать колонку можно но я не советую водонепроницаемость класса и пикс 7 конечно же протестировал ее водой за 30 секунд ничего с ней не случилось но так лучше не делать звучание после утопления не ухудшилась и под заглушку вода не попала даже после нескольких недель с ней все в порядке но вот обливать ее соленой водой я однозначно бы не стал приложение sound core доступно на русском языке интерфейс удобные на стартовой странице со подключенной колонкой мы имеем заряд но не в процентах за что минус далее иконка play пауза полузунок регулировки громкости кнопка включения выключения настройка подсветки эквалайзер и включение выключения технологии bass об обновить прошивку можно мне обновление еще не прилетали скорее всего колонку уже была обновлена так как модель не новая и вряд ли еще что-то прилетит но может быть отмечу что в приложении функция белого шума с несколькими предустановками но можно создать свой белый шум используя различные звуки которые есть приложение одновременно можно использовать три звука bluetooth версии 50 что хорошо учитывая год старт продаж этой модели из кодеков только sbc но с яблочными девайсами компьютерами ноутбуками разумеется она тоже будет работать по bluetooth у связь со смартфоном колонка держит хорошо радиус действия по моим тестам около 19 метров без потери звука задержки при просмотре видео на ютюбе или просмотре фильмов я лично не особо заметил для игры по bluetooth соединений не советую использовать данную колонку примера вы сейчас услышите музыка Субтитры сделал DimaTorzok Звучание. Запаса громкости достаточно. В метре от колонки, какой уровень шума вы видите, звучание имеет небольшую кашу и искажение на громкости 95% выше. В квартире с режимом в помещении технологии BassUp мне все понравилось, так как серединка хорошо проработана, без перегрузов. Высокие не пропадают на фоне низких и средних частот, что хорошо, звучание приятное и отчетливо. Бас объемное и звучание хорошо сбалансированное. Как по мне, данная колонка отличный выбор просторную квартиру. Для пикника отличный выбор в небольшой компании или для небольшой вечеринки. Но учтите, разъема под гитару нет, как и под микрофон. Никакого караоке здесь у вас не будет. Если сравнивать с Hello 100, как я уже говорил, по звучанию Rave Neo мой выбор. Пример звучания вы сейчас услышите. Но напоминаю вам, что звук, который вы слышите у себя на смартфоне, планшете, в наушниках, на колонке или ноутбуке, далек от настоящего звучания этой или любой другой колонки, так как влияет много факторов. Ну а те, кто изучали физику в восьмом классе, поймут. Субтитры сделал DimaTorzok Минусы нет, режимы статичной подсветки, нет мультипоинта, старенькая модель и блютуз старенький. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться с колоколом, написать в комментах, что еще купить для обзора, подписаться на телеграм канал скидок, взаимопомощь и мой личный телеграм канал, там много всего интересного. Резюмирую, беспроводная колонка Anker Soundcore Neo, старенькая модель, но как по мне на сегодняшний день она звучит отлично, ее можно урвать за минимальные деньги и по функционалу она не уступает никаким новым моделям. Мне Rave Neo понравилось, девайсу однозначно да, всем кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, знайте вы помогаете проекту, а за просмотр отдельное спасибо, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok